Добрый день, уважаемые коллеги! Хотим представить вам нашу работу, посвященную молекулярной диагностике локальной распространенности опухоли в морфологически нормальной ткани, окружающей опухолевый очаг. Практическая значимость развития молекулярной диагностики, уточняющей локальную распространенность опухолевого процесса и стадирование заболевания, безусловно, так как это может служить дополнительным ориентиром при определении тактики послеоперационного ведения пациента. В этой связи актуальное изучение белка бета-3-бетабулина, уникальность которого как потенциального опухоли ассоциированного маркера заключается в том, что бета-3-бетабулин практически не выявляется в нормальных эпителиальных клетках и лишь с низкой интенсивностью экспрессируется в эндотелиоцитах и макрофагах. Что касается эпителиальных опухолей, то, напротив, в ткани практически всех нозологических форм и образований выявляется высокая экспрессия бета-3-бетабулина. Поэтому мы сформулировали гипотезу и предположили, что выявление бета-3-бетабулина в визуально нормальной ткани, окружающей опухоли в очах, может служить показателем локальной распространенности заболеваний. И таким образом целью нашего исследования явилась экспериментальная проверка гипотезы о возможности использования опухоли ассоциированного белка бета-3-бетабулина в качестве маркера локальной распространенности опухоли в морфологически нормальной ткани, окружающей опухолевый очаг. В настоящее исследование в качестве модели трансплантированной опухоли использовали рак лёгкого льюоза, который с середины прошлого века является широко распространённой экспериментальной моделью метастазирования у мыши. Опухоль интенсивно метастазирует гематогенным путём в лёгкие. Метастазы в лёгких визуализируются в разные сроки после подкожной трансплантации опухоли в зависимости от прививочной дозы клеток из 100% случаев упавших животных. В совокупности это позволило реализовать дизайн исследований, необходимых для проверки нашей гипотезы. А объектом молекулярного изучения явилась ткань метастаза опухоли в лёгкое, а также ткань лёгкого интактных животных и животных с трансплантированной опухолью лёгкого льюоза. Так, изучены три группы мышей, линии C57 Black и четыре типа исследуемой ткани. Первую группу составили интактные мыши, от которых была получена нормальная ткань лёгкого. Вторая группа включала мышей с подкожной трансплантированным раком лёгкого льюоза. Мыши данной группы были забиты на 24-е сутки после трансплантации. На данный срок в лёгких мышей уже визуализировались метастазы опухоли. И, соответственно, была возможность получить два типа исследуемой ткани — ткань метастазов опухоли в лёгкого и окружающих их в визуально нормальную ткань. И, наконец, третья группа мышей, также с трансплантированной опухолью льюоз, но забитая на 11-е сутки после трансплантации, когда в лёгком ещё не определяются видимые метастазы, но процесс гематогенного метастазирования уже запущен. От данной группы мышей была получена визуальная нормальная ткань лёгкого. Экспрессию бета-тритобулина в исследуемых тканях оценивали иммунофлюисцентный метод, ассоциированного с проточной цитометрией. В результате исследованы три показателя экспрессии бета-тритобулина. Во-первых, уровень экспрессии, доля специфических флюисцирующих клеток относительно контроля, то есть инкубации клеток только с тричными инстилами. Данный показатель отражает количество клеток, экспрессирующих бета-тритобулина, в изучаемом образце ткани. Во-вторых, интенсивность экспрессии. Это среднее геометрическое значение интенсивности флюисцентных клеток за вычетом показателя контроля. Биологический смысл данного показателя это среднее количество маркера, экспрессируемого в расчёте на одну клетку. И, наконец, индекс экспрессии. Интегральный показатель экспрессии маркера, представляющий собой произведение уровня и интенсивности экспрессии бета-тритобулина. Итак, результаты оценки экспрессии бета-тритобулина отражены в таблице. Первое, что необходимо отметить, в нормальной ткани лёгкого интактных животных выявляется лишь незначительная экспрессия бета-тритобулина. Средний уровень экспрессии маркеров данной ткани составил лишь 13%, что соответствует данным литературе от доли в нормальной ткани лёгкого эндотелиоцитов и макрофагов, экспрессирующих бета-тритобулина. При этом важным является то, что интенсивность специфической флюисцентной в перерасчёте на клетку оказалась крайне низкой — 6 условных единиц. И как следствие, суммарный показатель экспрессии маркера — индекс экспрессии бета-тритобулина в нормальной ткани не достиг ленинницы. Последний факт также согласуется данным литературы о крайне низкой экспрессии бета-тритобулина в клетках эндотелия и макрофагов. В совокупности эти данные указывают на значительность вклада экспрессии бета-тритобулина в нормальной паренхеме результаты оценки маркера локальной распространённости опухолевого процесса в ткани лёгкого окружающей опухолевой очи. Что касается опухоли, то метастатической ткани рака лёгкого льюис выявлена наиболее высокая по сравнению с нормальной тканью лёгкого экспрессия бета-тритобулина по уровню экспрессии 46 против 13%, по интенсивности 117 против 6 условных единиц и, конечно, по индексу 54 против 0,9 условных единиц. При этом различие между нормальной ткани лёгкого и метастазами опухоли в лёгкого по всем показателям экспрессии бета-тритобулина статистически значимы. Первым подтверждением правомощности использования белка бета-тритобулина как маркера локальной распространённости опухолевого процесса стал тот факт, что бета-тритобулина выявляется в визуально нормальной ткани, окружающей метастазы в лёгком. При этом показатели экспрессии маркера существенно превышают значение нормальной ткани лёгкого интактных животных как по уровню экспрессии 27 против 13%, так и по интенсивности 27 против 6 условных единиц, так и по индексу 7 против 0,9 условных единиц. Различия между всеми показателям экспрессии бета-тритобулина статистически значимы. Что касается ткани лёгкого на 11-й сутки после подкожной трансплантации опухоли льюлись, когда в лёгком визуально не определяются метастазы, тут также выявляются клетки, экспрессирующие бета-тритобулина. Интересно, что показатели экспрессии отказались сходными с визуально нормальной тканью лёгкого, окружающей уже сформировавшейся на 24-й сутки метастазы. Так, уровень экспрессии 28 и 27%, интенсивность экспрессии 19 и 27 условных единиц, а индекс 5 и 7 условных единиц. Статистически значимой разницы между показателями экспрессии бета-тритобулина в двух визуально нормальных тканях нет. При этом все показатели экспрессии бета-тритобулина визуально нормальной превысили таковые для тканей лёгкого интактных мышей. И по всем показателям выявлена статистически значимая разница между визуальной тканью лёгкого на 11-е сутки после подкожной трансплантации опухоли Льюис и тканью лёгких интактных животных. На данном слайде представлены количественные разницы показателей экспрессии бета-тритобулина между тканью лёгкого интактных мышей и тканью метастаза опухоли в лёгкого, а также двух визуально нормальных тканей органов. Синие статистически – это разница в уровне экспрессии, рыжие – в интенсивности, а серые – в индексе экспрессии бета-тритобулина. Согласно предыдущей таблице, во всех изученных тканях уровень, интенсивность и индекс экспрессии бета-тритобулина выше, чем нормальные ткани интактных животных. Так, для тканей метастаза опухоли уровень экспрессии бета-тритобулина был выше более чем в три раза относительно нормальной ткани интактных животных. Интенсивность экспрессии – 18 раз и, соответственно, интегральный показатель – 60 раз. Как обсуждалось на предыдущем слайде, разница между показателями экспрессии бета-тритобулина визуально нормальной ткани, окружающей опухолевой очаг, сформировавшейся на 24-е сутки после трансплантации, и визуально нормальной ткани без видимых метастазов на 11-е сутки после трансплантации опухолевую очагу практически нет. И как следствие, практически идентично различия в показателях экспрессии бета-тритобулина относительно ткани лёгкого и интактных животных. Так, уровень маркёра одинаков, а именно в два раза выше двух визуально нормальных тканей лёгкого в сравнении с тканью лёгкого и интактных животных. Интенсивность экспрессии в 4,3 раза, а индекс в 8,6 раз. Отметим, что перечисленные показатели экспрессии бета-тритобулина, особенно индекс, существенно низыше визуально нормальной ткани, окружающей опухолевой очаг, визуально нормальной ткани без видимых метастазов на 11-й сутки после трансплантации опухоли Льюис в сравнению с тканью метастаза опухоли. Однако, ещё раз подчеркну, что все показатели для двух визуально нормальных тканей лёгкого выше, чем в ткани лёгкого и интактных животных. В данном слайде представлены реальные результаты одного из типичных экспериментов по сравнительной оценке экспрессии бета-тритобулина. Закрашенные гистограммы демонстрируют автофлиерсенсу клеток. Это клетки после инкубации только с вторичными антителами. Прозрачные гистограммы это интересующие нас специфические флиерсенсы клеток после инкубации с антителами к бета-тритобулину и вторичными антителами. Цифрами на гистограммах отмечены уровень и индекс экспрессии. Отчётливо видна незначительность фоновой экспрессии бета-тритобулина в нормальной ткани лёгкого. Напротив, высокая экспрессия маркёров в ткани метастазы. Визуально нормальной ткани лёгкого окружающей метастатический очаг и в ткани лёгкого спустя 11 сутки после трансплантации опухоли, когда ещё не выявляется видимой метастазы, экспрессия бета-тритобулина ожидаемо оказалась ниже, чем в опухоли. Но что наиболее важно, все показатели экспрессии маркёров данных тканей превысили таковые нормальной ткани лёгкого. Полученные результаты продемонстрировали, что исследованы экспериментальные опухоли рак лёгкого лёгкого, как и большинство эпителиальных солидных образований человека, характеризуются высоким уровнем экспрессии бета-тритобулина. Кроме того, высокий метастатический потенциал опухоли лёгкий с строгностью к ткани лёгкого позволил оценить распространённость опухолевого процесса не только за пределами сформировавшихся метастазов, но и в процессе гематогенного метастазирования при отсутствии признаков опухолевого поражения в органах на 11-й сотке после подкожной трансплантации опухоли. В обоих случаях в визуально нормальных тканях лёгкого выявлены клетки, экспрессирующие бета-тритобулин. При этом доля клеток выше, чем в ткани лёгкого интактных животных. Итак, главным выводом нашей работы является подтверждение правомощности гипотезы о возможности использования опухоли ассоциированного белка бета-тритобулина в качестве маркёра локальной распространённости опухолевого процесса. И в заключение хотела бы продемонстрировать первые результаты оценки опухоли ассоциированного белка бета-тритобулина в клиническом материале, полученного от пациентов с немелкоклеточным раком лёгкого и раком желудка. На слайде представлены примеры интересных стучьев экспрессии бета-тритобулина в ткани опухоли и окружающей её морфологически нормальной ткани органов. Обозначения, как и на предыдущих гистограммах, закрашенные демонстрируют автофлюресценцию клеток, прозрачные — это интересующие нас специфическое флюресценция клеток. Цифрами на гистограммах отмечены уровень экспрессии маркёра. Так, первый пример демонстрирует высокую экспрессию бета-тритобулина в ткани немелоклеточного рака лёгкого и практически фоновую экспрессию маркёра в окружающую опухоль ткани — 47% против 20%. Интересным представляется сравнить второй и третий пример. Они оба демонстрируют практически идентичный уровень экспрессии бета-тритобулина в ткани опухоли и морфологически нормальной ткани органов. В первом случае в ткани немелоклеточного рака лёгкого уровень экспрессии бета-тритобулина составил 53%, а в окружающей его ткани — 45%. Во втором случае уровень бета-тритобулина в ткани рака желудка и окружающей его ткани составил 40,38%, соответственно. Однако, примечательно, что в первом случае интенсивность экспрессии, то есть количество маркёров в расчёте на одну клетку, гораздо выше в опухоли, чем в нормальной ткани — 150 против 70 условных единиц. А во втором случае не только уровень, но и интенсивность экспрессии идентичной 53% против 48 условных единиц. И, наконец, заключительный пример демонстрируют крайне высокий уровень экспрессии бета-тритобулина в ткани рака желудка и средний уровень экспрессии маркёра в окружающей нормальной ткани органов — 71,39% соответственно. Важно отметить, что ни в одном случае уровень экспрессии бета-тритобулина в морфологически нормальной ткани окружающей опухолевый чак не превышал значение в опухоли. Таким образом, и на клиническом материале мы продемонстрировали возможность использования бета-тритобулина в качестве маркёра локальной распространённости опухолевого процесса. Безусловно, практическая значимость полученных результатов, так как появление бета-тритобулина в морфологически нормальной ткани, окружающей опухолевый чак, может являться дополнительным показателем, уточняющим стадирование заболевания и прогноз агрессивности течения болезни. Спасибо за внимание. Продолжение следует...